Одним солнечным днём в дверь Мифи позвонили. К ним приехали погостить дедушка и бабушка Банни. «Здравствуй, Мифи!» – сказала бабушка Зайчиха. «Мы хотели бы побыть у вас дома, но сегодня такой солнечный и тёплый день, и мы решили вместо этого сходить с тобой на пляж». «Здорово!» – воскликнула Мифи. «Я с радостью покажу вам пляж». «Отличная мысль!» – сказала мама Зайчиха. «Я приготовлю вам что-нибудь с собой, чтобы вы устроили там себе пикник. А вы расскажите Мифи, каким был пляж в дни вашей молодости». А папа Зайц сказал, «Я отвезу вас на пляж на нашей машине». И они поехали туда на машине папы Зайца. Когда они приехали, дедушка сказал, «Когда мы были молодыми, мы делали замки из песка». «Возможно, мы сегодня тоже построим замки?» «Да», – сказал папа-отец. «Я тоже помню, как строил замки из песка. И мы можем сегодня строить их все вместе». «Я тоже их строила», – воскликнула бабушка Зайчиха. «И помню, что песок должен быть влажным». Мифи взяла свое ведерко и пошла к воде. Она наполнила ведерко мокрым песком и принесла его туда, где сидели все остальные. Мифи пришлось проделать это много раз. Ведь чтобы построить настоящий замок, надо много песка. Какой красивый замок! Когда он был закончен, пришла подружка Мифи, Мелани. «Хочешь поиграть со мной в мяч, Мифи?» – спросила Мелани. «Да, хочу», – сказала Мифи. «Не уходите слишком далеко», – предупредил их папа-заяц. «Вы можете заблудиться». «Мы не заблудимся, папа», – сказала Мифи. «Мы знаем, что вы будете там, где песочный замок». Мифи с Мелани побежали вдоль пляжа, толкая мяч ногой. И скоро они уже были довольно далеко. А тем временем начался прилив. «Батюшки», – сказала бабушка-зайчиха. «Вода подходит близко к нашему песочному замку. Надо немного отодвинуться назад». И, конечно же, вода скоро подошла близко к замку и смыла его. Мифи и Мелани очень устали и пошли обратно. «Где твоя семья, Мифи?» – спросила Мелани. «Я их не вижу». «Не волнуйся, Мелани», – сказала Мифи. «Они у нашего замка из песка». Но Мифи смотрела по сторонам и нигде не видела замка из песка. Она не знала, что его смыло приливом. Они с Мелани шли и шли вдоль пляжа. «Где же замок?» – спросила Мифи. «Возможно, мы действительно заблудились, Мелани». «Мифи, Мелани, мы здесь». Начался прилив, и наш замок смыло. «Как хорошо, что наши дома не из песка», – сказала Мифи. Они все были очень рады встретиться. Мифи пришла в гости к тете Элис. На ее пути был полный цветов лук с порхавшими в небе бабочками. Но посмотрите, что она увидела на земле. Гусеница пожирала листок одного из этих красивых цветков. «Почему ты ешь этот листок, маленькая гусеница?» – спросила Мифи. «Я отнесу тебя в дом тети Элис, и она даст тебе что-нибудь поесть». Она осторожно взяла маленькую гусеницу и понесла ее в дом тети Элис. Когда они туда пришли, тетя Элис работала в саду. «Что у тебя?» – спросила тетя Элис. «Противная гусеница», – сказала Мифи. «Она ела листок красивого цветка». Тетя Элис рассмеялась. «Гусеницы и должны есть листья, Мифи», – сказала тетя Элис. «Это им нужно для их великой перемены». «Какой еще перемены?» – спросила Мифи. «Ты это увидишь», – сказала тетя Элис. «Это такая магия, что ты с трудом в это поверишь». Мифи была заинтригована. Она думала, что это может быть за перемена. Тетя Элис осторожно положила гусеницу рядом с аппетитными листьями. «Мифи, приходи каждый день и наблюдай за этой гусеницей. И корми ее листьями», – сказала она. «И ты увидишь нечто очень удивительное». Мифи охватила любопытство. Она любила сюрпризы и не могла дождаться следующего прихода к своей тете. Каждый раз, когда Мифи приходила в дом к тете Элис, она давала маленькой гусенице новые листья. Но не видела никакой перемены. «Будь терпеливой, Мифи», – сказала тетя Элис. «И скоро тебе будет сюрприз». Во время своего следующего прихода Мифи была очень грустной. «Ух ты! Смотрите, гусеница вся завернута в белую нить!» «Это называется кокон», – сказала тетя Элис. Его сделала сама гусеница. И она внутри него спит. «На следующей неделе тебя ждет большой сюрприз!» Мифи было так интересно, что на следующей неделе она привела свою подругу Эгги посмотреть, что это будет за перемена. Они смотрели, но ничего не происходило. Белый кокон неподвижно там лежал. Потом вдруг он начал двигаться. Он трясся, шевелился, а потом разломился. Две девочки-крольчихи наклонились к нему поближе. Их глаза широко открылись от удивления. Из кокона появилась не гусеница, «А что это?» «Что это было?» Оттуда что-то выползло. А потом... Вот это сюрприз! У него раскрылись крылья. Гусеница действительно изменилась. «Это больше не гусеница», – воскликнула Мифи. «Это бабочка!» Тётя Элис, ты была права. Случилось какое-то волшебство. Маленькая голодная гусеница превратилась в красивую бабочку. Прощаясь, бабочка помахала своими новыми крылышками и улетела. Дик Бруно. Мифи и её друзья. Мифи, Мифи, отзовись! Ты с друзьями веселись! Снафи, Гранти, Борис, Плут! Хрюшка, Поппи тоже тут! Солнце светит благодать! Мы пойдём играть! Мифи, милая зайка! Мифи, умная зайка! Мифи, добрая зайка! Мифи, и мы! Мифи и большой морковный пир. Однажды утром мама Мифи собиралась готовить завтрак. Но у неё не было моркови. А она знала, что Мифи очень любит морковь. Я рано утром ходила на рынок, но кто-то уже купил всю морковь и больше морковки не осталось. Я знаю, у кого есть морковь в огороде. У свинки Поппи. У свинки Поппи прекрасный огород, где она выращивает много моркови. Если ты сбегаешь к свинке Поппи, она обязательно даст тебе свои сочные морковки. Но как раз в этот момент свинка Поппи садилась завтракать. Она ела самую последнюю морковку со своего огорода. Это такая вкусная морковь, что я не могла её не съесть. Мне надо было посадить побольше, сказала Поппи. Она подняла глаза и увидела, что к ней идёт Мифи. Доброе утро, Мифи! Привет, Поппи, сказала Мифи. Я пришла, чтобы попробовать твою удивительную морковку. Поппи было очень неудобно. Она только что съела свою последнюю морковку. Ну вот, сказала она. У меня сегодня не осталось ни одной морковки. Если я сейчас посажу ещё морковь, её можно будет есть только через несколько недель. В это время с двумя тяжёлыми корзинами пришла тётя Элис. Привет, Мифи. Привет, Поппи. Сегодня утром я купила на рынке всю морковь. Я приготовлю из неё нечто очень особенное. И я приглашаю вас обеих на морковный ужин. Вы можете прийти с друзьями, сказала она и пошла домой. Мифи и Поппи с трудом могли дождаться вечера. Потом мимо дома проходили медведи Борис и Барбара. Мифи с Поппи рассказали им, что тётя Элис готовит для них морковный ужин. Мы вообще-то не любим морковь, сказал Борис. Но вы должны прийти, сказала Мифи. Моя тётя Элис готовит из моркови очень вкусные блюда. Весь тот день тётя Элис хлопотала на кухне. Вечером медведь Борис собирался отведать большой сэндвич. Борис, закричала Барбара, что ты делаешь? Мы же сегодня приглашены на морковный ужин к тёте Элис. И нам уже пора идти. Да, но я не люблю морковь, возразил Борис. Я тоже не люблю, сказала Барбара. Но, возможно, если мы будем голодные, то сможем её съесть. Когда они подошли к дому тёте Элис, они почуяли что-то очень вкусное. Пахнет очень аппетитно, сказала Барбара. Это не может быть морковь, сказал Борис. Возможно, она готовит что-то ещё. Когда все были готовы к ужину, тётя Элис подала морковный суп, морковный хлеб, морковный пирог и морковный сок. Давайте, попробуйте. Борису и Барбаре понравились все блюда, приготовленные тётей Элис. А теперь сюрприз – морковный десерт, сказала тётя Элис. Ура! – закричал Борис. Это настоящий морковный пир. По дороге домой Борис сказал Барбаре – это было очень вкусно. Давай посадим очень много моркови и в нашем огороде. Мифи любила разные цвета. Она выглянула в окно, чтобы увидеть как можно больше разных красок. И она увидела, что небо было голубым, а трава – зелёной. Она увидела красные и жёлтые цветы в своём саду. Она посмотрела на свои лапки. Я беленькая, и на мне синее платье. Правда, здорово! Прекрасно, что у нас столько разных цветов, подумала она. В это время в дверь позвонили. Это была Мелани. «Привет, Мелани!» – сказала Мифи. «Привет, Мифи!» – сказала Мелани. «Я иду на детскую площадку. Хочешь пойти со мной?» «Хочу!» – сказала Мифи. И они пошли вместе. По дороге на площадку они проходили мимо дома свинки Поппи. Дом свинки Поппи был красным с зелёной крышей. В ящике за окном росли яркие жёлтые цветы. Из огорода вышла сама Поппи. Она катила тележку, полную свежей оранжевой морковки. «Привет, Поппи!» – сказала Мифи. «Привет, Мифи!» «Привет, Мелани!» – сказала Поппи. «Какой у тебя яркий дом!» – сказала Мелани. «Спасибо!» – сказала свинка Поппи. «Правда он жизнерадостный?» «Да, он замечательный!» – сказала Мифи. Мифи с Мелани помахали Поппи и пошли дальше. Когда они пришли на детскую площадку, Мифи и Мелани покачались на жёлтых качелях, скатились с синей горки, покатались круг за кругом на красных каруселях. И Мифи сказала Мелани. «Посмотри, вокруг столько разных цветов!» «Да!» – сказала Мелани. «Правда это здорово!» «И ты беленькая, а я коричневая!» «Мы тоже разного цвета!» «Хотя мы и разного цвета, мы одинаковые!» – сказала Мифи. «Да!» – согласилась Мелани. «Мы две девочки-крольчихи!» «Одна беленькая и одна коричневая!» И две подружки рассмеялись, подумав обо всех цветах. «Куда ни посмотри, везде разные цвета!» – сказала Мелани. «Они увидели зелёную птичку и синюю, и ярких бабочек». Вокруг детской площадки были яркие цветы. Но когда они пошли в сторону дома, начали сгущаться облака. И голубое небо стало серым. «Я так боюсь! Сейчас пойдёт дождь!» – сказала Мифи. «Давай поторопимся!» Но потом показалось солнышко. И две подружки увидели самое красочное зрелище. «Радуга!» – воскликнула Мифи. И обе они подумали, какой это красивый и красочный мир. Как-то утром Мифи почувствовала большую радость. К ним приехали в гости дедушка и бабушка. А это всегда было праздником. Дедушка нёс большой свёрток. Мама и папа поприветствовали дедушку и бабушку Мифи. «Здравствуй, дедушка! Здравствуй, бабушка! Я так рада вас видеть!» «А мы рады видеть тебя!» – сказала бабушка зайчиха. «Мы привезли кое-что, что должно тебе понравиться, Мифи», – сказал дедушка. «Я сделал это в своей мастерской специально для тебя». «А что же это такое?» – спросила Мифи. «Мне не терпится это увидеть!» Мифи осторожно развернула свёрток. Это был красивый деревянный самокат. «Здорово!» – воскликнула Мифи. «На нём даже есть маленькая корзинка! Я могу положить в неё своего плюшевого медвежонка! Спасибо! Это замечательный подарок, дедушка!» Мифи хотела сразу же прокатиться на своём самокате. «Мифи, давай пойдём на детскую площадку, и ты прокатишься на своём самокате!» – сказал папа-заяц. «Я пойду с тобой!» И скоро Мифи уже каталась на самокате со своим плюшевым медвежонком в корзинке. И чтобы не отстать от неё, папе-зайцу пришлось за ней бежать. «Надеюсь, медвежонок тебе понравилось кататься?» – сказала Мифи. Ей показалось, что медвежонок покачал головой в знак согласия. «Да, нравится Мифи!» Вскоре Мифи и её папа были уже на детской площадке. Там они увидели подругу Мифи, Мелани. «Привет, Мелани!» – сказала Мифи. «Привет!» «Какой яркий самокат, Мифи!» – сказала Мелани. «Его мне в своей мастерской сделал мой дедушка!» – сказала Мифи. «Хочешь покататься?» «Конечно, Мифи!» «Спасибо!» – сказала Мелани. «Но ты должна спросить у моего медвежонка, куда он хочет поехать. По-моему, он хочет кататься вокруг детской площадки». «Ладно!» – сказала Мелани. «Я покатаю его вокруг детской площадки и целым и невредимым привезу к тебе». Мифи смотрела, как Мелани покатила прочь и не могла дождаться, когда она вернется. Ей очень нравился ее новый самокат. Когда Мелани вернулась, она сказала, «У тебя замечательный самокат, Мифи! Я попрошу своего папу сделать мне такой же! И тогда мы сможем кататься вместе!» «Это будет здорово!» – сказала Мифи. И Мифи радостно покатила на самокате домой. Дедушка был очень доволен, что его самокат так всем понравился. Когда в следующий раз Мифи и ее папа приехали на детскую площадку, Мелани приехала туда на своем красивом новом самокате. С ней приехал покататься и ее плюшевый медвежонок. Мифи с Мелани и их плюшевые мишки прекрасно провели время. Мифи, милая зайка, Мифи, умная зайка, Мифи, добрая зайка, Мифи и мы! Мифи, Мифи, отзовись, ты с друзьями веселись, Снафи, Гранти, Борис, Плут, Хрюшка, Поппи тоже тут солнце.